Приветствую. Ни для кого, наверное, уже не секрет, что у нас с Украиной сейчас очень обострённые отношения. И не совсем понятно, будет ли война. Будем надеяться, конечно, что её не будет, но такой сценарий вообще не исключён. Война – это всегда печально, но здесь печаль усугубляется ещё и тем, что, по идее, это будет война, где на одной и другой стороне будут православные. Причём православные даже не разных поместных церквей, а православные одной поместной церкви. И вот возникает вопрос, как молиться, за что молиться. Вот если будет вооружённый конфликт, может ли один православный, идя в атаку, молиться о победе оружия своей страны? Или не имеет на это права, поскольку с другой стороны окопов такие же православные ребята? Ну, наверное, правильнее всего, пока конфликт ещё не начался, молиться в первую очередь за мир, чтобы как-то смогли наши политики договориться и всё-таки мирно урегулировать все конфликты, не проливая крови. И даже если конфликт начнётся, всё равно, мне кажется, очень правильно молиться за мир. Ну, а имеем ли мы право молиться за победу нашего оружия? Русские за победу русского оружия, украинцы за победу украинского оружия. И на самом деле проблемы эти истории перед людьми ставят уже не в первый раз. Так, например, когда Николай Японский проповедовал в Японии и возник конфликт между Японией и Россией, Николай Японский решил эту проблему так. Он обратился к православным японцам и сказал, я, говорит, подданный Российской империи, поэтому я не могу с вами молиться за победу японского оружия. Я желаю победу своей страны, но и вы также тоже желаете победу для своей страны, поэтому я на время конфликта уйду из публичного поля, а вы, конечно, молитесь за победу своего оружия. Ну, и сам Николай Японский, наверное, молился за победу российского оружия, а японцы за победу японского оружия, хотя это одна церковь тоже была. То есть, поэтому такой, видите, прецедент в истории был. Поэтому, конечно, наверное, мне кажется, что правильнее молиться за мир. Но если воин идет в атаку, он также, мы видим, вправе молиться за победу своего оружия. И даже не только если идет в атаку, да, но и просто, например, сочувствует. То есть, поэтому вполне нормальная ситуация, если русские будут молиться о победе русского оружия, а украинцы будут молиться о победе украинского оружия. Но мне кажется, все-таки, больше сделать акцент на том, чтобы молиться за мир, за мирное разрешение этого конфликта. И чтобы, если даже дойдет до вооруженного противостояния, чтобы молиться, чтобы это противостояние поскорее закончилось. Да, и, наверное, в любом случае, по телевизору, в интернетах сейчас будут нагнетать. И вот, опять-таки, тут очень важно нам, христианам, постараться, чтобы ненависть в наше сердце не проникала. Потому что как раз, ну, будут призывать к этому, наверное. Ну, потому что пропаганда обычно так работает, пытаются играть на эмоциях. А мы, христиане, мы должны помнить, что Бог есть любовь. И мы, христиане, мы про любовь. Вот поэтому, конечно, несмотря на то, что и в интернете, и по телевидению, возможно, нас будут призывать к ненависти, мы не должны никого ненавидеть. Помнить, что пред Богом нет ни Иудея, ни Эллина, и Господу вообще, ну, все равно, какой мы национальности. А важно, как мы живем, праведно или неправедно. С вами был иеромонах Александр Митрофанов. Подписывайтесь. До встречи в эфире.